Я вас, дорогие друзья, познакомлю очень быстро с рейтингом этих спортсменов. Вот Владимир Вирчинс направляет сейчас в свой угол. Я сразу хочу сказать, что 31 год этому спортсмену. Профессиональную карьеру он начал в 1999 году. Провел 31 бой. Прошу прощения, 16 боев, 15-ти победил, 13 нокаутов, один бой проиграл. И он является трехкратным интерконсультальным чемпионом по версии IBF. Впервые этот титул он выиграл в 2003 году у Джулиуса Фрэнсиса, у спортсмена из Англии. Я судил как раз этот бой два года назад в Киеве. Затем он подтвердил свое звание, победив балу Зауэра. И он также выиграл в прошлом году у Клиффа Куэзер. Это сводный брак брат Майка Танцова. Мы работаем с Шабуровым, вот вы видите, с Магомедом Шабуровым и Артур Григориан. Работают в Германии. Итак, Тарас Биденко. 24 года. 101 килограмм вес этого спортсмена. И теперь о его рейтинге. Профессиональный дебют составил Киеве. Ну вот, исполнили гимн Украины, дорогие друзья. Итак, Тарас Биденко провел 16 боев, 14 победил, 9 нокаутов, 2 поражения. Вот такой у него рейтинг. И он является интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. Этот титул он завоевал в прошлом году, победив Константина Анафрея, спортсмена из Румынии. Я думаю, что это будет напряженный достаточно поединок между представителями Украины. Задача, ну это был в 2001 году. И проиграл в 12 раундах Николаю Валуеву. Это был в 2002 году. Смотрите, как резво начинает Владимир Верч с левой боковой. Или левый хук, так будем говорить, мгновенно, так сказать, достает Тараса Биденко. Ну, спортсмены достаточно хорошо знают друг друга. И несмотря на то, что они не встречались между собой, все видеокассеты наверняка они выучили. Здесь будет такая тактическая борьба. Но вот мне кажется, напрасно опускает уже в первом раунде руки Владимир Верчис, как бы давая понять своему молодому оппоненту, кто здесь хозяин. В 2004 году 8 боев. Невероятно. Это так редко бывает, передать вам не могу. Но максимум 5 боев можно провести в год, но не 8. Так что Тарас Биденко тут, по-моему, очень активно поддерживает свою форму. И все эти бои, напомню, дорогие друзья, завершились победой. Он проиграл только Николаю Валуеву, я уже повторяю, в 2002 году. И он проиграл второй поединок Андрею Задачин. Это было на Украине. А теперь Биденко тренируется в Юниорсен Бокс Промоушен в Гамбурге под руководством Магомеда Шабурова. Но вот я думаю, что и вот получает, пропускает сейчас Владимир Верчис. И вот должен быть сделать выводы. Нет, все равно руки у него на уровне пояса находятся. Я понимаю, что в какой-то степени это позволяет спортсмену не напрягаться и наносить удары от пояса расслабленными руками. Но в тяжелом весе, мне кажется, это делать очень легкомысленно. Нужно обладать мгновенной реакцией. И вот природными такими качествами спортсмена, который все вперед просчитывает на несколько ходов. И прекрасно, повторяю, владеет всеми защитными действиями. А в арсенале у Владимира Верчиса я не скажу, что все прекрасно с защитой. И это мы сейчас видим. Ну вот сейчас вправо мощнейший удар прошел точно. Видите? И Биденко, Биденко несколько отдает инициативу. Сейчас будем так говорить. В этом раунде преимущество пока на стороне. Вот остаются чуть меньше минуты пока на стороне Владимира Верчиса. Это с точки зрения уже судьи. Да и я надеюсь, вы, дорогие друзья, уже прекрасно разбираетесь. Вот Биденко отвечает очень достойно сейчас справа. Вы посмотрите. И вот в концовке-то Биденко как раз отыгрывает все то преимущество, которое имел Владимир Верчис. Посмотрите, и аплодисменты еще раунд не закончился. А зрители по достоинству уже оценили действия Тараса Биденко. И он продолжает вколачивать свои удары во Владимира Верчиса. Молодец, Тарас. Нельзя, я повторяю. Вот посмотрите, как легко Володя от пояса. Вот вам. Вот насколько расслаблены руки были у спортсмена. И в тяжелом весе этот чистый удар, мощный, проведенный расслабленными, опущенными руками от пояса, бросил Тараса Биденко на пол. Дорогие друзья, вот вам, так сказать, его величество бокс. Он совершенно непредсказуем. Посмотрите, Александр Ликстер сейчас быстренько подсказывает, как должен, да, себя вести в третьем раунде Владимир Верчис. И озабоченный сейчас в углу и Магомед Шабуров, видите, взволнован просто. Нельзя пропускать такие удары. Но усыпил, усыпил бдительность Тараса Биденко Владимир Верчис. Мощнейшим ударом справа попал точно в подбородок спортсмену. И в результате Тараса Биденко оказался на полу. Ну вот, я думаю, дорогие друзья, пришел в себя. Посмотрите, удар на удар. Никто никому ничего не прощает. Пропускает справа сейчас Тараса Биденко, но ушел вовремя. Не остался у каната. Какую-то часть ударов он отыгрывает, безусловно. Но вот все сказать пока сложно или нет. Инициативой владеет в 12-м раунде по-прежнему Владимир Верчис. С первой минуты пропускает справа. Но иной также отвечает Тараса Биденко. А каков поединок, дорогие друзья? Да, так нельзя наотмашь. Молодец, Эрик Штумпс. Вы посмотрите, шатается Биденко. Пропустил Верчис. Вот, вот, Биденко падает в 12-м раунде. Все. Дорогие друзья, но встает. Он встает, но не хочет продолжать этот поединок рефери. И правильно делает, потому что потрясен просто Тарас Биденко. Этой мощной атакой, которую провел в конце раунда Владимир Верчис. Вы посмотрите, как радуется тренер Владимира Верчис, Александр Лихтер. Как радуются многочисленные поклонники этого спортсмена. Он сделал свое дело. Это тяжело было сделать. И, может быть, симпатии здесь были на стороне более молодого, более прогрессивного спортсмена Тараса Биденко. Вот, посмотрите, приходит в себя сейчас Тарас Биденко. Он пропустил. Нельзя с Владимиром Верчисом обмениваться ударами. От ударов Владимира Верчиса нужно уходить. Обмениваться нельзя. Ну что ж. Я поздравляю всех болельщиков Владимира Верчиса с этой замечательной победой. И, конечно, мне в какой-то степени жаль все-таки Тараса Биденко. Потому что, на мой взгляд, несмотря на то, что он... Вот справа он пропускает удар. Справа. И все это в обмене. И снова оказавшись около канатов. Когда нет пространства за спиной. Когда он не мог уйти. И вот этим ударом Владимир Верчис, так сказать, поставил точку в этом поединке. Вы посмотрите, дорогие друзья. Нельзя. Это все-таки мужчина в расцвете сил. Вы посмотрите, какой финал. Какой получился. Вот стоя все, стоя все встали. Приветствуют болельщики и того, и другого спортсмена. И, на мой взгляд, рефери сделал совершенно справедливо. Потому что еще в состоянии Гроги после удара находился Тарас Биденко. И вот какими аплодисментами они оценили мужество и того, и другого спортсмена. Итак, техническим нокаутом победу в этом бою одержал Владимир Верчис. Украина. Да, какой бой, а? Какой бой, дорогие друзья, мы с вами видели. Вот. И поздравляет Тарас Биденко. Вот вам пояс по версии WBO. Пояс по версии WBO. Завоевал Владимир Верчис, дорогие друзья. Пропустил здесь Тарас Биденко. Пропустил. И нужно было встать на колено, чтобы отсчитали. Но не встал. И вот последний удар. Последний удар опрокинул на пол Тараса Биденко. Тяжело видеть такое. Тяжело тем более, когда соотечественники выясняют между собой отношения. И вот вы видели, Тарас Биденко поднял руку своего соперника. И по-дружески как-то спортсмены сейчас обсуждают результат этого поединка. И нам, дорогие друзья, видимо, придется посмотреть бой в суперсреднем весе, где встречается Дмитрий Сартисон. Дмитрий Сартисон. Его соперник будет Амукаде. Спортсмен Изаир. Или Конг. Спортсмен Из Бисхофсовен, Остеррайх. Спасибо. Спасибо.